Доброе здоровье, уважаемые посетители канала! Вот выведение паразитов из ребенка. Тогда хочу спросить у вас про дочь. Ей сейчас 8 лет. В прошлом году обратилась к вам, в прошлом году. Напомню, у нее болел живот в районе пупка и язык с пятнами. В районе пупка это говорит о том, что там имеются паразиты, они любят под пупочком гнездиться. Язык с пятнами это говорит о том, что молочница. Вырекомендовали содовое полоскание, тмин, потом была трачатка. Потом начала пить воду антиграна. Полгода пила на эту воду, но все так же. Позже уже делали анализы у нее по УЗИ перегиб желчного и в анализах на паразиты антитела показали верхнюю границу нормы лямбли. Вот если кошки есть в доме, в квартире, ну будем говорить процентов 90 это то, что вы подцепите от них лямбли или вообще какие-то другие домашние животные. Ну вот хоть как их не держи, а вот хотели спросить, посоветоваться с вами, что лучше делать, трачатку подавать в большом объеме или касторку с коньяком у вас в книге. Или может что-то еще. Смотрите касторку с коньяком, но все-таки ребенку это не это. Это не для детей все-таки. Тем более 8 лет. Это уж грубо говоря до после 15 лет можно там касторку с коньяком. Так что это не для детей. Живот болит постоянно, язык пятнами, фото, прикрепим. Есть плохо. Салаты, тушеные овощи совсем не ест. В основном каша, мясную, картошку, сладости есть. Но ограничиваю. Значит с уважением. Ну читаем дальше, читаем дальше. Я говорю, что надо средства против лямбли. Лямбли. И так сам вспоминать. А что за средство может быть? Да что дальше? У нас переписка пришла. Это уже 27 января 23 года. Пишу ответ по поводу лямбли. Моя дочь, первое, как я понимаю, так как у нее есть перегиб в желчном, то нужно наладить желчный отток. Вот есть перегиб в желчном или там его нету перегиб в желчном. Ну как бы сказать, но он не повлияет так, как-то знаете, критически. Ну что-то, ну перегнулось, да. Что-то там такое. Ну раз до этого все там нормально работало, да-да так и будет примерно работать. Поэтому не надо вот как бы зацикливаться на чем-то таком. Перегиб и все. Для налаживания оттока, вот она думает, настой, календула, душица, бессмертник, ромашка, кукурузные рыльца и свежевыжатый сок, грейпфрут, плюс сельдрей, плюс лимон, петрушка. Для налаживания желчного оттока достаточно, чтобы в пище был жир. Хотя бы с утра давать десертную ложку растительного масла ребенку. Вот тут как-то знаете, когда и вот то, и вот все, и всего много, это и для ребенка плохо, и для самой мамы. Е-мое, возиться с ребенком. Ну это, значит, конкретно паразитарка против лямбли. Тут несколько способов, какой выбрать подходящий для ребенка, не знаю. Посоветуйте, пожалуйста. Первое, это настой полыни, скорее это не для детей, плюс ванны с анисом. Будем говорить, заморочка большая. Второе, настой березовых листьев. Вот, вот это другое дело. Как раз у меня березовые листья, там есть большая статья о целебных свойствах березы. И там как раз вот это вот есть. Итак, настой березовых листьев. Третий способ действует не только на лямблин, но и на острицы, и другие. Это сырые тыквенные семечки, плюс сырые желтки, и небольшой кусочек селедки. Опять, знаете, заморочиться, конечно, можно, можно, но я думаю, не в данном случае. Так, дальше. Сесть натощак, грелка на правый бок и, наверное, клизмы. Луковый, чесночный, настой добавлять в полтора-два литра воды и сделать клизму после, естественно, очищения кишечника. Подробные дозировки не пишу, помогите определиться. С уважением. Значит, вот эти вот, опять-таки, вот эти клизмы, вот это все. Это дело хорошее. И когда человек понимает, а для ребенка 8 лет, ой, это для него что-то такое. Высылаю свои газеты, и там как раз целебные свойства березы, и ее применяют от лямбли. Значит, вот девочка показывает свой язык, если он у нее был раньше такими, значит, пятнами, то есть, то есть, это самая махровая молочница была, то несколько получше стало. И вот, значит, пишет, это позавчера. Позавчера. Позавчера у нас было 8 февраля 1923 года. Так. Здравствуйте. Девятый день дают дочке настой листьев березы. То есть, вот если средство туда попадает, куда надо, то она сразу действует. 4 столовые ложки на 0,5-0,7 литров кипятка. Пьет по неполному стакану 3 раза в день перед едой. Правильно, перед едой. После еды не надо разбавлять еду, я уже об этом говорил. Горько очень, но пьет. А горечи как раз не любят вот это все это, все эти паразиты не любят. И горечь еще что делает? Она способствует и желчную отделению. На мой взгляд, улучшения есть. Ушли пятна на языке. Фото сравнение. Первое, 31-го. 0,1-го. Второе, третье. Третье, 0,8-го. 0,2-го. Вот так. Но живот по-прежнему болит в районе пупка. Там засели, скорее всего, аскориды. Я, значит, рекомендую. Ну, это до меня уже такая рекомендация есть. Вы берете ватку. Капаете каплю дегтя. Ватку оборачиваете. Так заворачиваете, чтобы эта капля осталась внутри. Чтоб она не соприкасалась с кожей. И в пупок. Дальше там лейкопластырь, заклеили и на ночь. Важно, чтобы не касалась кожи. Ничего там она не пропитывалась. А внутри. Вот этого достаточно, чтобы вот этот дегтярный запах. А ньоготь у нас, опять-таки, делается из березы. Березовой коры. Вот даже не березовой коры, а там прослойка такая коры. И вот этот запах дегтярный начинает тут все, знаете, душняк наводить. Наводить душняк и действует. Все-таки надо, значит, вот эту вот соду не бросать. А разок, разок с утра ее так погасили и выпили. То есть натощак. Потому что имеется это махровое все-таки. Молочница, и она не так легко поддается, как вы думаете. Мы как-нибудь об этом поговорим отдельно. Лечение грибка еще. Сколько ей пить? Около месяца примерно. Да здесь можно, знаете как? Не то, что около месяца. Вот сначала растительный препарат, он хорошо действует. Примерно первые 2-3 недели. Далее идет привыкание. Так вот, далее вы делаете недельку. И уже вы используете не 3 раза. А используете, допустим, раз, 2 недели. Опять недельку перерыв. И используете по, значит, 2 раза в день. Чтобы у вас, как бы сказать, были такие промежутки между этими курсами. Плюс, чтобы вы регулярно использовали тмин. Вот тмин. Глотали, глотали, глотали. Плюс палочку гвоздика. Тоже это можно проглотить. Все это легко глотается. Значит, какие улучшения? Есть или нет? А то, знаете, можно делать, делать, делать. А что в итоге? В итоге. Стул оформлен. Нормальный. Без слизи и тому подобное. Это очень, очень хорошо. Значит, дело пошло. Не сразу. Не сразу все это дело выковыривается из организма. Также делаю ванны с анисом через день. Пока только 2 раза сделала. Хотелось спросить, можно я делать клизму с добавлением настоя лука и чеснока в воду, чтобы быть в комплексе с уважением? Ну, вот не надо вот эти клизмы. Опять-таки, знаете, вот для ребенка, если вы хотите его отбить охоту к какому-либо лечению, вот это вот клизмы или еще какие-то процедуры, еще. Старайтесь, что это все было более естественно. Более естественно. Ну, что я советую? Никаких клизм не надо мочить ребенка. Это хорошо. Есть результат. Да, месячишка нормально. А вот потом она, одна капля березовой дегтя, еще. А вот потом, одна капля березовой дегтя на 50 граммов молока раз день на ночь. Это тоже хорошее средство и против лябли, и против разного рода грибков, паразитов и так далее, и так далее. Значит, под пупком живут глисты, уточкам ей 10 семян тмина с чаем, проглотила и запила. И палочку гвоздики, пускай проглотит и запила. Гвоздика как раз своим жаром, знаете, она там будет давать. Это ежедневно. И это хорошо, так как это пищевые вещества, которые к тому же еще улучшают пищеварение и подавляют гнилостные бронильные процессы в утробе у человека. На ночь берите, значит, ватку, капайте каплю дегтя на пупок, так, чтобы дегать не казался кожей, иначе возникло раздражение. Сверху закрепили пластырь, утром сняли, протерли и ушел. И так недели две, что будет получаться, пишите. Дальше пишет, не одна у нее дочечка, у этой мамы, пишет. Спасибо за рекомендации, только не поняла ватку с дегтя, но оно это, это. Отмин ей постоянно, отмин ей постоянно даю и всем детям. У нее от него ничего, а вот остальные двое, у них сопли пошли, слизь выход, и у сына стул стал регулярный. Бывает два раза в день светлее, а был темный, с уважением. Вот, 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 теперь смотрите. Ну, если один ребенок болеет, где один ребенок болеет, там, грубо говоря, и все остальные, просто на разных стадиях заражение паразитами находят и болезни. Сопли пошли, слизь выходит, так вот как раз начал создаваться душняк, и вот эта вот вся там мерзота, все эти там паразиты, которые имеются, они начали выходить, выходят в виде слизи. Это очень хорошо, в противном случае эта слизь, о, тут она копится, у троби, в ней заведутся глисты и пойдет, пойдет, поедет по всему организму. А это все выбрасывается, все там, допустим, грибница или что там такое, она не удерживает. И слизь выходит, и у сына стул стал регулярный, бывает два раза в день. И светлый, а был темный, темный, я уже, помните, вам говорил, ну, кто смотрит регулярно, интересуется, тот знает. Темный, это говорит о том, что каловые массы застаиваются и идет, как бы сказать, их описление, вот они, чем больше они находятся в организме, тем темнее они становятся. А когда быстренько все это нормально выводится, то стул у нас светленький, то есть он желтоватый, как и положено быть. Прекрасные результаты. Одним словом, продолжайте, видите, и дети болеют, и взрослые болеют, да, 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 да. И надо как-то так это все, знаете, вот наладить, чтобы было всем комфортно, легко и просто. Ну, дальше почитаем, посмотрим, что, что и как. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. Если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.